Ну что ж, всем хэшки, с вами Тамплиер, и это очередная серия по визуальной новелле Котава Шоджо. И в последней серии мы, кажется, согласились сыграть в какую-то игру, кажется, Риск, про мировое пост там что-то. И мы пришли в класс, где посреди урока длинноволосая девочка вернулась и молча заняла свое место. Снова ее то ли не заметили, то ли проигнорировали. Я хотел спросить об этом у Миши, но побоялся показаться чесчеру любопытным. После школы Сидзуна и Миша настели меня в вестибюле первого этажа и окружили отрезок пути к оступлению с обоих фланг. Я решил смириться с этим оскорбительным отношением. Судя по их исключительной близости, бдительности от них сбежало уже немало. Что за конвой? Я чувствую себя неуютно, словно опасный преступник, сопровождаемый в камеру. В таких случаях делается вариант там наглости не занимать и обнимашки методом... Я здесь хозяин. Помогает, кстати. Что не так, Хитян? Вот-вот, мы же просто собираемся поиграть в риск, забыл? Не знаю, Миша, и это выглядит завещанно. Словно, как только мы заседем играть, вы свяжете меня и будете пытаться, пока я не стану молить о приемах в школе Сидзуна. Это, конечно, маловероятно, но все же от них как будто всего можно ожидать. Все, два поворота, и мы уже дошли до зала совета. И все? Из-за такой мелочи так на меня давить? О, пока как-то. Картинка та же. Серьезно? Не правда, Хитян. Хитян говорит, когда жизнь человека под угрозой, он может проявить сверхспособности. В жизни под угрозой? Миша невозмутимо сказала, что досиданная и та с загадочным выражением лица спрятала ее руки за спину. Какой самодовольный вид. М-м-м-м-м. Миша стала весело напевать, притворяясь, что неуслышно мне. Эй, у тебя, в отличие от Сидзуны, нет оправданий. Сидзуна открыла дверь в зал 100 советов. Просторную комнату со строгой обстановкой и без всяких извечеств. Ой, зря. Какое мрачное помещение, могли бы хоть что-нибудь вроде горшочка с цветами поставить. Но больше всего бросало с глаза то, что бы были здесь. Совершенно нет. Мы слишком рано? Нет. Что значит нет? Кроме нас больше никто не придет? Так точно. Прежде чем я успел спросить, почему, Сидзуна очень энергично хлопнула в ладошь. Китян, давай играть в риск. Ты ведь обещал, правда? Теперь тебе придется. Да-да-да. Хочешь знать правила? Я расскажу, пока мы тут все готовим. В это время Сидзуна достала из шкафа нечто, напоминающее на стол, и бросила на стол. Пожалуй, с виду оно было довольно интересно. Миша стала с нествойственной и медлительностью путанно объяснять основные правила. Но Сидзуна, не вытерпев, вмешалась трехским взмахом руки, провозглашая начало игры. Агрессивный настрой Сидзуна передался ему. Я как-то проникся духом соперничества, которого не было и в помине, когда я соглашался на участие. Дайте мне бумажную сводку правил, серьезно. Бумажная сводка правил в настолках — это чистейший дисбаланс. Для новичка. Последи игры, в то время как я пытался продумать защиту от атак сразу на два фронта, Сидзуна сбила мою сосредоточенность по барабаню в пальцами окрестала. Сидзуна хочет знать, почему ты так долго ходишь. Еще Сидзуна сказала, что оставит тебя Австралию, если ты согласишься вступить в совет. Я думал, это просто игра без всякого подтекста. Подтого, что она отрисла этим предложением, у меня перед носом означало, что она догадалась о моем желании выиграть. И все равно нет. Сидзуна восхищена твоим боевым духом и обещает быть великодушным диктатором, который пощадит твой народ, если ты согласишься вступить в этот совет. Ты слишком азартная, Сидзуна. Кажется, она приняла это за комплимент. Я ожидал, что председатель совета будет более благожелательным. Похоже, она не знала, что означает это слово или как оно показывается жестами, поэтому взяла лист бумаги и написала его для Сидзуна, которое в ответ показало несколько жестов. Миша прижала указательный палец к виску, словно пытаясь спечатать это слово в свою память. Да-да, но мы-то знаем, о чем это говорит. Внезапно Сидзуна разразилась потоком жестов. Миша выглядела ошеломленной скоростью, с которой Сидзуна жестикулировала. А, пожалуйста, помедленный Сидзуна. Хитян. Сидзуна говорит, что ты проиграешь. Скажи ей, что я сокрушу ее империю своими повстанцами. А, хорошо. Ее глаза сверкали детским озорством. Она говорит, что если ты продолжишь так играть, то у тебя нет шансов. Ни единого. А какая стратегия была до этого? Типа, оборона двух флангов? Ну, типа коммун. Если это начало, плюс-минус середина игра, можно в дефенс чуть-чуть запрыгнуть. Чтобы потом развернуться. Но если это уже лейтгейм, это... 100% атака. Но... зная их, похоже, она хочет сопровоцировать меня. Аккин взглядом в доску, я убедился, что моя защита весьма неплоха. Я не собирался вредить ей необдуманными поступками. Но через несколько ходов я все равно проиграл. Сизану поправил очки и праздновал победу, торжествующе взмахнул в воздухе к кулачкам. Хитян, ты проиграл еще тогда, когда позволил мне захватить Северную Америку. В смысле, Ситян, а не мне. Получить контроль над Северной Америкой очень рискованно, ведь, хоть она обеспечивает 5 доп. армии, ее можно атаковать с трех сторон, и не приходится средотачиваться на защите. Что я не сделал. Не будь ты таким нерешительным, мог бы воспользоваться этим. Амбиции, Хитян. Тебе нужно играть более уверенно. Амбиции, амбиции. Игра стала интересной, когда ты захватил Южную, но получив небольшое премьер, что ты ушел в оборону. Это плохий хитян. Ты недостаточно рисковал, а если я рисковал, то не давай дел делу до конца. Это ужасный хитян. Вот о чем. Я не знал предыдущей стратегии. Блин, какое дело до того, что я слишком осторожен. Не обязательно бросаться мне этим в лицо. Я начал сомневаться, что от тебя будет польза школьному совету. Что, весельная мотивация? В таком случае, мне не нужно беспокоиться о вступлении, уже сдаешься. Я ожидал от тебя большего. Неужели Сидзон Дразнин... Дразнин... Дразнинг меня пытается заменить в студсовет. Я не хочу вставать туда сейчас. Ведь я в школе только второй день, а в поспешном решении нет смысла. Я еще даже только не взглянул на остальные клубы. Да и эти двое какие-то странные. Они что, только двое в совете? Ладно, может быть, я подумал о вступлении, но сперва взгляну на другие клубы. Правда, Хитян? Ты сказал это не для того, чтобы не огорчать нас? Да-да, я еще сам не решил, чего я хочу. Ладно, Хитян. Мы не собираемся доводиться так просто. Ты сказал, может быть, а это значит, что еще не все потеряно. Ну, уже, это будет весело. Мы сможем еще поиграть в риски, и, возможно, однажды ты сумеешь выиграть, если мы не закончим школу до того. Очень воодушевляюще. Ха-ха, уверена? Ты неплох на столках. Может, поиграем в игру, с которой ты знаком, чтобы дать тебе небольшую форум? Э-э-э, я ведь мог сказать это просто, чтобы вы не расстроились. Ну, это же столько, Хитян. Лену на стены и часы где? Ладно, я понял, что прошло гораздо больше времени, чем я собирался здесь пройти. А теперь, простите, но я хотел бы зайти в библиотеку. Она ведь еще открыта. Почесал затылок, Сидна джестикулировала в сторону Миши. Так сложно определить, открыта ли она, когда часы висят рядом? Должна бы, если библиотекарь еще там. Думаю, ты права, Сидна. Мы пришли к мнению, что она открыта. Она на втором этаже, не пропустишь. Или хочешь, чтобы мы тебя проводили? Нет, спасибо. До завтра. Пока-пока. Поднялся всего на один пролет, и уже начались проблемы. Второй этаж был точной копией третьего. Передо мной растянулся очередной широкий прямой коридор с новой картиночкой. И отыскать мне библиотеку представлялось много более сложной задачи, чем я думал. Я вообще-то думал, что это не коридор, а классная комната, типа вход в классную комнату. Ладно, я просто тормоз. Как же сложно быть. Помимо пронумерованных классов, было здесь и множество дверей безо всяких обозначений. Библиотека за одну из них, или где-то дальше. Остановившись на втором, я решил пойти на уход. За углом я наткнулся на незапертую дверь. Она была приотрыта всего чуть-чуть, но настолько, чтобы было заметно, что тут незаперто. Я полагал, что дверь школьной библиотеки должна быть гостеприимно распахнутой, но сейчас меня обнадежил этот маленький зазор. По крайней мере, внутри должен был быть кто-то, у которого я спросил дорогу. Пусть мне неловко. Немча я готовлюсь отправлять любой момент, я осторожно толкнул дверь кончиками пати. В этой школе я чувствовал себя по стране. А ощущение, что я чужой здесь, постоянно крутилось в голове, поэтому я боялся неправильно сделать даже такую простую вещь. дверь скремнула, будто пробудилась от того сна, и неожиданно легко, поддавшись моему толчку, отворилась. Я заглянул внутрь, чтобы побыстрее увидеть комнату, но роткое приветствие замерло у меня на устах. Такого я не ожидал. Дверь выскользнула из звука и распахнулась на стеж. Все мое внимание приковала одинокая фигура в центре комнаты. Я застыл в дверном поеме, уставившись на удивительно красивую девушку. Не взглянув в мою сторону, она аккуратно поставила чашку с чаем на стол. «Приветствую, я могу чем-нибудь помочь?» Она сидела, глядя перед собой, оказалось не слова, лишь движение ее губ нарушали покой. Что-то с ее глазами не так. Из-за ее неподвижности, ее звук мягкого размеренного голоса будто бы звучал сам по себе. Она была иностранкой, но семена отличалась от тех иностранцев, что я встречал ранее. Кроме того, она была самой высокой девушкой, которую я когда-либо видел. «Прошу прощения за второжжение, я тут немного потерялся». Она слегка по мере отбилась ответом. Каждое ее слово и движение было точным и грациозным, словно в танцах. «Не желаешь ли присесть?» Неожиданно, учитывая то, как я к ней ворвался. «Спасибо». Я не спеша занял место за столом и против нее. Между нами стоялась чашка с чаем. Ее замерзший взгляд был подернут туманной гримкой. Похоже, эта девушка была частично слеба, как Кензи. И говорила она без какого-либо акцента. Возможно, выросла в Японии? Я был удивлен ее собранностью и тем спокойствием, что царила в комнате. Даже молчание здесь не вызывало ни окости. Атмосфера была совсем иной, нежели в зале школьной сады. Полагаю, ты недавно перевелся в Ямах. А, да, только вчера. Я чувствовал, как мои неуплюжие слова констатировали... Констра... Контрастировали. Нужно это выучить. Соседчеством ее речи, ее благородный сдержанный поклон усугубил это чувство. Я ответил на него, впрочем, тот же осознанно бессмысленность своего действия. Лили сады. Приятно познакомиться. Хи сау. Хи сау на кай. Она кивнула ее, оказалась в сторону чашки. Не желаешь ли чая? Да, конечно. Если не затруднит. Как бы обидно мне ни было, я не мог полностью соответствовать телегалатности ее манер. И Лили спокойно кивнула, принимая мою просьбу. Не говоря ни слова, она встала и взяла вторую чашку с полки. Раз за разом, наливая Лили, легко казалось левой руки чашки четкими и оточенными движениями, которые она, похоже, повторяла много раз в прошлом. Я наконялся в сторону и увидел, что так она проверяла уровень воды своим длинным и значимым пальчиком. Одно дело видеть любедей с различными физическими недостатками на уроках и совсем другое наблюдать, как они адаптируются в быту. Сидзана и Миша без проблем работали сообща, общаясь со мной. Лили, на мой взгляд, тоже нашла решение для своих проблем. Я почувствовал себя виноватым за мою просьбу. Впрочем, казалось, эта работа была ей по душе. Итак, я мягкий голос вернул меня из израцательности. Что именно ты искал? В этот кабинет не так часто заходит после занятий. В школьную библиотеку. Сидзана и Миша, то есть моя одноклассница, сказали, что она на этом этаже. Она закончила наливать воду в чашку и, судя по металлическому звону, начала помешиваться. Я знаю, как комитет сам, думаю, как и большинство учеников. Значит, ты тоже в классе 3.3? Я же видел её на... одном из слайд-шоу класса. Именно, в кабинете есть и сознание смута. По крайней мере, кто-то на очень-очень знакомый на неё есть. Она хейкнула и, положив чайную ложку, мне направилась к столу с моим чаем в руках. Он такой оригинал. Его здесь любят, думаю, и тебе он тоже скоро понравится. Я аккуратно взял чашку и сделал глоток. На самом деле, я предпочитаю кофе, но сейчас был не лучший момент напоминать об этом. Тем более, что запах был довольно приятным. Спасибо, Сапасон. Очень вкусный чай. Она с улыбкой отмахнулась. Пожалуйста, зови меня, Лили. Не нужно формальности. Она принесла это чрезвычайно блага воспитанным другом. Думаю, было бы неплохо знание, и побольше видимо так стараются меня уходить. Из какого-то класса? Третьего допучения, да? Именно, кабинет 3.2. Всядки. На том же этаже, что и вы. Нас учит меня один. Это класс для учеников с проблемами со зрением. Ясно. То есть, прошу прощения, мне хотелось ударить себя за такой пол. Хотя, судя по выражению я лица, вопрос нисколько я не задел. Это точно. Боже мой, типа, мне нужно стараться пробирать слова из-за меня. Ладно, я извини, думаю, слишком заметно, что я здесь новенький. Твое отражение полностью изменилось, и меня не в чем винить тебя. Не буду говорить за всех, но многие смирились со своим состоянием. Думаю, она входит в твое число. Эта беседа смущала меня, и я попытался сменить тему «Ты часто пьешь чай». Место действительно очень хорошее. Наверное, для нее это комната, как мой уголок позади здания в старой школе. Я часто сюда прихожу во время обеда. Мои обязанности старосты класса не оставляют времени на клубы и прочее, так что мы с подругой используем эту комнату для чайпития. Староста, значит, она и судьбная в полной противоположной. Сидзина резкая и энергичная, и лишь спокойнее, расслабленная, практически равнодушная. Так что, думаю, от нее можно услышать более непроизвятые мнения о школьных клубах. А какие клубы тут вообще есть? Основной популярностью пользуются клуб легкой атлетики, бейсбольный клуб и клуб любителей чтения, расположенный в возле библиотеки. Есть и множество мелких, как, например, клубы Зои, Муз-клуб. Перспектива вступления куда-либо сразу после перевода была для меня не слишком привлекательной. Интересно, действует ли то же правило насчет клубов, что и в моей бывшей школе? Членство в клубе обязательно? Нет, просто желательно. Ах, хорошо, гора с плеч. Кажется, я имел неосторожный слепный клуб лишнего. Это ее развеселило. И я начал наконец пить чай, пока она окончательно не остыла. взглянув. через пить чай, я заметил, что из окна строился оранжевый и закатный свет. Даже здесь время не стоит на месте. Да, время быстро пролетело. Прости? Точно. Она слепа. Конечно, она не может увидеть, что солнце садится. Кажется, солнце клонится к закату. Мне показалось, что это стало для нее неожиданностью. Видимо, она тоже потеряла все время. Извини, Хиса, я не хотел тебя так задерживать. Я сразу попытался смельчить ее беспокойство. Да нет, ничего страшного, библиотека ведь еще открыта. Она замомчала ее задумываться. Наверное, мне стоило задать этот вопрос и цена когда был шанс. Впрочем, и Лилия на него легко ответила. Верно, она открыта до полуседьмого подборья. Белый взгляд на часы подтвердил, что у меня еще достаточно времени. В таком случае я пойду. Приятно было поболтать, Лилия. Сохраняя все тоже была счастливая поза, а мне насвлежливая улыбка и кинула. Взаимно. Если подумать, может быть мне стоит проводить тебя в библиотеку? Нет, нет, ты и так очень помогал. Думаю, я без страданий оттащил. Чёрный юбор. Ну, если только навык ориентирования на местности не подведет, он имеет такую привычку. Всё в порядке, я как раз собиралась поговорить с библиотекой. Могу представить тебя. Всё лучше и лучше. От такого предложения мне сложно отказаться. Если ты не против, то это было бы здорово. Спасибо. Она встала и взяв прислоненную к её сумке трость, проследовала за мной. Её трость была гораздо трон дольше и длиннее, чем моего одноклассика. Наверное, потому что она использовала её, чтобы ориентироваться к пространству, а не для опоры приходить. Мы вышли из тех в комнаты и зашикали по пустому придору. Я шёл, не торопясь, постараюсь под её неспешной ошибкой. В своё время мы дошли до библиотеки, вход в которую оказался в самом центре коридора. После вас она признательно улыбнулась моей жалкой попытки оказаться галантным. Кстати, вот сколько же этичных и моральных проблем возникает сразу. Жуй. Ладно. Слева от входа располагается стол библиотекаря. Нижние полки ровными рядами стояли по правой руке. по сравнению с библиотекой моей бывшей школы. Это показалось мне просто огромным. Наверное, народ, на этом пока что всё, потому что уже 25 третьей минуты идёт запись. Поэтому, народ, ставьте лайки, комментируйте, делитесь видосиком с друзьями. Ну а на этом пока что всё. С вами был Тамплиер. Всем пока.